Привет, друзья, с вами Кик. И сегодня я попробую очень простыми словами объяснить хитрый план Ripple касательно токена XRP и ответить на очень много вопросов, которые я все время вижу в комментариях. Почему столько негатива касательно токена XRP? Когда цена поднимется токена XRP? Сколько должно стоить токен XRP? И в чем заключается цель компании Ripple вообще в глобальном плане касательно токена XRP. И для того, чтобы все это понять, нам нужно просто знать две вещи. Компания Ripple — это не очередной стартап, хотя там много, иногда много новостей, что вот стартап Ripple. Это не стартап, друзья. В этой команде нет ни одного случайного человека. Вы можете перелистать список. Все люди, которые занимают ту или иную конкретную должность в компании Ripple, тот огромнейший опыт в конкретных специализациях финансов и управления финансами, маркетинг, партнерские отношения. Все люди, они более нескольких десятилетий имеют опыт в этой сфере, в сфере банков, банковской системы, финансовой системы. И они все собрались там с конкретной идеей решить конкретную задачу. За Ripple стоят самые большие финансовые структуры. Слово стартап, Ripple — вообще неправильно. Это не компания, где собрались разработчики и движет ими только дух первооткрывателя. Тут нет такого. Тут есть конкретная задача, которая поставлена и которая должна достигнуть цели в конкретные сроки. Это очень важно просто, чтобы вы знали. Во-вторых, цель. Для того, чтобы понять над чем работает Ripple и как они достигнут этой цели, вы должны знать, что такое фрактальный резерв. Частичная резервация. Все банки мира работают по этой схеме. Частичная резервация. В двух словах это можно объяснить вот так. У банка есть 100 долларов. 90 долларов он дает взайм. 10 процентов, то есть 10 долларов он сохраняет как резерв, частичный резерв. Эти 90 долларов он дал кому-то как займ. Тот человек купил что-то и этот человек, который продал что-то, обратно вставляет 90 долларов, скажем, да. Все 90 долларов депозиторует в банк. Банк снова сохраняет 10 процентов, то есть 9 долларов из этой суммы и 81 доллар дает обратно в займ. Со временем получается так, что количество, суммарное количество займов, суммы повышается, а частичный резерв уменьшается. На данный момент максимум реальные деньги, количество реальных денег составляет вообще-то 5 процентов, но 90 процентов банков имеют только 3 процента реальных денег. То есть все люди, у которых есть счета, вы смотрите ваш счет в банке, вы видите там, к примеру, 10 тысяч долларов. Банк не имеет этих 10 тысяч долларов, если он имеет только максимум 3 процента, то есть 300 долларов реальный из этих 10 тысяч долларов. Если все, что такое банк-ранаут? Если, к примеру, все люди соберутся и пойдут в банк, скажут, дайте нам наши сестры, банки сразу же обанкротятся. Все банки, все банки мира, потому что все работают по этой схеме. В 2018 году, в 2009 году, что получилось? Во время кризиса, сразу же все банки, чтобы застраховывать себя от банкротства, все те, кого поддержал правительство. Был закон, введен закон, что люди не могут снять больше 50 евро или 100 евро из банков или 100 долларов. Каждый банк застраховал себя на сумму, которую даже если все придут в банк, захотят снять, то есть там есть лимит. Они застраховали себя на месяцы вперед от банкротства. Это и есть частичная резервация, единственная система, которому следуют все банки мира. Это дает банку обогатиться, не имея реальных средств. Также нужно знать, что кроме этого резерва, банк имеет еще и один резерв для международных межстранных переводов, если это слово правильно, межстранных. Между странами. Для переводов между странами. То есть этот резерв, они трогают этот резерв исключительно тогда, когда кто-то отправляет деньги из этой страны в другую страну. И для этого у них есть очень строгие лимиты. Потому что тоже самая ситуация может произойти, когда много людей придут в банк, или один человек придет в банк, и очень много средства хочет отправить в другую страну. Чтобы банк не обанкротился, у него есть лимиты. И что интересно, если во время кризиса банк вынужден вставлять лимиты на вывод средств, то для переводов, международных переводов, у него эти лимиты стоят всегда. То есть неважно, кризис там или не кризис, вы не можете отправить больше этой суммы в день из того или иного конкретного банка. Теперь вы знаете, что такое частичный резерв. Вы знаете, что такое ликвидность. Ликвидность, по сути, это количество той или иной валюты или средства, которое и обеспечивает этот рынок, этот резерв. Итак, мы видим, что каждую неделю выходит новость, и тот или иной банк присоединится к Риплу. Так в чем же такая спешка? И это уже стало настолько обычным, что цена на это абсолютно начала не реагировать. В чем хитрый план Рипла касательно токена XRP? План разделено на две части. Первая. Суть в том, что банки, присоединяясь к Риплу, покупают XRP. Они покупают XRP по очень низкой цене. Банк покупает XRP на 100 миллионов долларов. Даже если банк покупает XRP на 1 доллар, к примеру, мы знаем, что это не так. Для того, чтобы вычисление было простым. Скажем, банк покупает XRP на 1 XRP, 1 доллар. Банк покупает на 100 миллионов долларов, то есть 100 миллионов XRP. В конечном итоге, когда Рипл XRP будет стоить 100 долларов, 500 долларов, об этом мы поговорим чуть позже. Банк не только обеспечит свой частичный резерв, это не в счет, он обеспечит свой резерв на максимум процентов. И даже будет в плюсе. Так вот, замена резерва на XRP 1 к 100. Это и та выгода, та цель, которому преследуют банки. Поэтому они так быстро присоединяются к Риплнету. Когда я говорю быстро, мы должны понимать, что с большими финансами никто не торопится. Цена Рипла может еще и целый год остаться вот так, 10 центов. Тут никто не торопится. Те силы, которые стоят за Риплом, они тоже не торопятся. Они ведь меняют всю финансовую структуру мира. Заменяют или резервируют доллар с XRP. Вот в чем первая часть хитрого плана Рипл. Банки будут в плюсе. Резервы будут наполнены. Никто не обанкротится. Все банки, кто присоединится, кому будет позволено присоединиться, если честно. Междубанковская война всегда есть. Вторая часть хитрого плана Рипл. Мы знаем, что мы видим эти негативные высказывания касательно токенов XRP. Биткоин для банков. Да. Банки разрушают все экономики, а тут коин для банков. А вот биткоин – это против банков. Смотрите, в финансовом мире никогда не создаются... В финансовом мире нету добрых денег, нету злых денег. Раз и навсегда для вас нужно быть понятным то, что деньги в любой форме создаются для сохранения или перераспределения капиталов. Создание биткоина не было добрым делом для людей. Деньги – это власть. Его не создали, чтобы дать власть людям. Структура, сама структура биткоина, что позволяет накапливать биткоин и на основе количества накопленных биткоинов манипулировать ценой биткоина, сама такая структура уже говорит нам о том, что биткоин не был создан, чтобы изменить финансовую структуру. И я выбрал самых важных вопросов, чтобы ответить на эти вопросы. Чтобы разница между биткоином и XRP была четко понятна, что нету тут добра и зла. Абсолютно нету такого. Первый пункт. Биткоин имеет ограниченное количество, и его невозможно будет создать больше. XRP не имеет такое. И со временем даже, что и было с фиатными деньгами, тоже случится с XRP. Это неправда. Это я не знаю, где вы это прочитали. Какой-то биткоин-максималист это написал, который абсолютно не смыслит, как все это работает. Как? Биткоин – это финансовый инструмент. XRP – это финансовый инструмент. Мастеркард имеет патенты на биткоин, на частичную резервацию биткоина. Частичная резервация прямо сейчас делается на USD, на все валюты мира. Это не мои слова. Вам не надо писать гневные комментарии к моему видео. Вам нужно прочитать патенты и использование этих патентов. В случае нужды там есть очень много информации. Больше каких-то нескольких миллионов физических биткоинов не могут быть. Но никому не интересуют физические биткоины. Это как только оно превратится в деньги. Так вот, в этот вопрос касательно разницы между биткоинами и XRP – разницы никакой. Второе. Касательно биткоина. Анонимно? Нет. Конфиденциально? Это конфиденциально настолько, насколько это не интересует тех или иных органов. И уже сейчас есть возможность вычислить владельца кошелка. Так что все эти мечты, эти грезы, если это правильное слово, грезы, касательно анонимных средств власти народа, это все не касается биткоина. Так же, как и не касается XRP. Это две стороны медали. Не случайно же биткоин появился сразу же после кризиса. С помощью биткоина прошупали рынок. С помощью XRP будут реализовывать план. План единой валюты. Это сейчас негативное высказывание касательно XRP. А вот когда XRP будет обеспечивать резерв, тогда XRP будет спасением для банков. СМИ будет говорить, что XRP спасло мир. Итак, третий вопрос. Цена рыпла. Почему оно не поднимается? Цена рыпла будет оставаться низкой до тех пор, пока все важные составляющие, эту цепочку банков, все присоединятся к рыплнету. После этого, там две теории, как цена будет подниматься. Я склоняюсь ко второй теории. Первая теория, это что органичный рост будет и XRP будет повышаться в цене. Я склонен к второй теории, что с помощью законодательства обеспечение доллара XRP и поднимет цену XRP. Наверное, это будет во время кризиса. Наверное, это будет сделано так, что вот из-за этого не случилось кризис. Но в любом случае, я думаю, что тут на законодательном уровне что-то изменится. А изменится где? А изменится в Англии и в Америке. Вот и весь мир будет следовать. Цена рыпла XRP. Конечная цель. Конечная цель рыпла XRP, а цена, стоимость, которую она должна иметь, это приблизительно от 700 долларов до 2000 долларов. Каждый XRP. Ну, может, и больше будет. И эта цель будет достигнута, когда резервация будет происходить с помощью XRP токена. Вот и все. Спасибо всем. Пока.